Добрый день всем, кто собрался сегодня у телеэкранов. Надеюсь, что нас смотрят не только наши уважаемые девятиклассники, но и их родители. Все те, кто заинтересованы в том, чтобы наши дети сдали успешно ОГЭ. Почему ОГЭ? Потому что на протяжении нескольких уроков я буду рассказывать вам о очень важном экзамене, первом задании ОГЭ и сложении. Итак, начинаем. Сначала мне бы хотелось напомнить вам о том, какие новые требования предъявляются в нынешнем 2020 году к экзаменующимся по ОГЭ. Давайте посмотрим. Конечно, многое из того, что здесь написано, вам уже знакомо. Ваши педагоги рассказывали вам о тех требованиях, которые предъявляются на экзамене. И тем не менее, я напоминаю, изменено количество заданий в экзаменационной работе с 15 до 9, изменен первичный балл за выполнение работы с 39 до 33. Нам важно посмотреть на изложения. Сохранены задания. Изложения и альтернативные задания 9.1, 9.2, 9.3. Система оценивания ответов на них также. Но изменилась жанровая специфика текста для изложений. В нынешнем году вам могут быть предложены не только тексты публицистического художественного стиля, но и разных жанров. Путевые заметки, записки, очерки, рецензии, дневники и так далее. Давайте посмотрим, как рекомендовано распределить время на экзамене, когда вы пишете изложение. Во-первых, увеличили время на работу с изложением. Работа с экзаменатором, вы видите, и примерное время в КИМ 3-4 минуты. 2-5 минут. Примерное время в КИМ было в 2019 году. Мы обратим внимание только на 2020 год. Посмотрим, что еще изменилось. 5-6 минут дается на работу с черновиком. 3-4 минуты дети прослушивают исходный текст. Во время чтения текста ученики работают, делают записи. Хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на правило подсчета слов. Вы знаете, что минимальное количество слов в изложении – это 70. Мы всегда обращаем на это внимание и рекомендуем писать с запасом. Я, например, своим детям говорю не менее 90 слов. Почему? Потому что вы сейчас увидите, что слова подсчитываются не всегда так, как рассчитывают дети. При подсчете слов в сочинении и изложении учитываются как самостоятельные, так и служебные части речи. Подсчитывается любая последовательность слов, написанных без пробела. Например, «все-таки» – это одно слово, «все же» – два слова. Обратите внимание на инициалы с фамилией. Они считаются одним словом. Если вы написали буквами «мю» Лермонтов, это одно слово. Любые другие символы, цифры при подсчете не учитываются. 5 лет в данном случае, мы с вами говорим, если словами написано, то два слова. Одну лексико-грамматическую или семантическую единицу могут образовать несколько слов. И ниже мы привели примеры, некоторые примеры. Например, слово «формы». Повелительные наклонения пусть напишут, в будущее время буду играть, сравнительная степень, менее громко. Части речи, составные предлоги, в течение – это составной союз. Несмотря на то, что это составной союз. И числительные, например, 335. «Имена собственные, имена людей» Николай Васильевич Гоголь, название произведений «Война и мир», топонимы «Белогорская крепость», фразеологизмы «Душа в душу». Члены предложения осложненные, сказуемые. «Знай себя, отдыхает, говорят, не наговорятся». При подсчёте слов не следует рассматривать слово как лексико-грамматическую или семантическую единицу. И поэтому понятие слова, конечно, значительно сложнее. Ниже на конкретных примерах мне бы хотела показать вам. Вот «Белогорская крепость» мы будем читать два слова. Александр Сергеевич Пушкин, мы будем ввести три слова. А вот если инициалы только, то это одно слово. Для того, чтобы это три слова, в возрасте 22 лет – пять слов, в возрасте 22, если цифры, то уже три слова. В лесу ошибочное слитное написание. Такое у нас тоже случается. Мы считаем за одно слово. Чёрно-белый, вы видите, написано с ошибкой. И это раздельное написание, оно считается как два слова. Мы знаем о том, что каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя девять заданий. Семь заданий с кратким ответом и два задания с развернутым ответом. Ну и помним, что первая часть – это сжатое изложение. На него мы и обращаем внимание. За изложение задания первого мы получаем семь баллов. Общее количество баллов вы видите тоже. Мы видим, сколько за тестовую часть, сколько за сочинение и за практическую грамотность и фактическую точность письменной речи. На основе баллов подсчитывается общий балл, который потом переводится в отметку по пятибальной системе. Наверное, интересно нам посмотреть, как же будут переведены наши балловые оценки. 29.33 из них не менее 6 баллов за грамотность. Критерии эти мы будем тоже рассматривать. Если по критериям ГК-1, ГК-4 экзаменующийся набрал менее 6 баллов, выставляется отметка только 4. 23.28 из них не менее 4 баллов за грамотность. И если по критериям ГК-1, ГК-4 обучающийся набрал менее 4 баллов, выставляется не 4, а 3. 15.22 балла 3, 0.14 баллов 2. Вот теперь очень важные критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзамену. Собственно, о том, как писать изложение, на что обращать внимание, как сжимать текст, мы будем говорить на следующем занятии. А сегодня я знакомлю вас с теми критериями, которые помогают нам сориентироваться на правильное написание, грамотное написание сочинения и изложения. Вы видите, что за критерии грамотности мы можем получить максимальное количество баллов. Это ГК-1, ГК-4, 10 баллов. Обращаю ваше внимание на то, что, еще раз напоминаю, что баллы, ваши ошибки складываются. И баллы просчитываются тогда, когда написано и изложение, и сочинение. Они суммируются, поэтому постарайтесь не сделать ошибок как в изложении, так и в сочинении, ну и, конечно же, в тестовой части. Если говорить об орфографических ошибках, я думаю, каждый из нас знает, что это такое. Это наши ошибки в неправильном написании слов, в орфограммах. Пунктационные ошибки также очень часто мы с вами изучаем, обсуждаем. Это темы наших уроков. А вот реже говорим о речевых ошибках. Обратите внимание, речевые ошибки не содержат структурных нарушений. Они возникают как следствие неправильного или неудачного употребления слов или синтаксических конструкций. И обычно это ложное употребление слова. Когда одно слово подменяется близко по значению, подменяется другим. Такое случается. Грамматические ошибки. Это тоже нарушение норм слова или формообразования. А также норм синтаксической связи между словами в сочетании и в предложении. Мы можем заметить эту ошибку, даже не глядя в контекст. Достаточно одного слова, словосочетания, предложения. Мы знаем, что грамматические ошибки – это очень частая ошибка. Она допускается в речи детей часто, но и в письменной тоже речи. Они не языковые. Эти ошибки не языковые. Связаны с неверным изложением фактов, их подменой, а также их преувеличением или преуменьшением. Тогда мы считаем его фактическим недочетом. Очень часто неправильно, например, согласуют слова словосочетаний. Неправильно ставят подержанную форму, употребляют рот и так далее. Ну и фактические ошибки. Это ошибки с нарушениями информационной достоверности и точности излагаемого материала, который упоминается в исходном тексте. Это факты биографии. Очень часто факты биографии автора или героя текста, даты, фамилии, авторства, называемых произведений. Надеюсь, полученная информация была для вас полезна, интересна. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok